Тем временем на фоне политических страстей в республике не прекращается процесс сокращения популяции команды Хабирова. Причем сокращение этой популяции происходит наиболее эффективным способом, который действует в принципе на любых паразитов. Действует безотказно, их ловит и нейтрализует. Вопреки тому, как тепло и дружественно отзывались о соратнице ее дружки-подельники, госпожа Прочаковская продолжает оставаться под стражей и сидеть за стенках кровавого режима. Суд продлил ей арест до 16 марта. То есть у нее все-таки будет шанс проголосовать 17 марта на свободе, если ее все-таки выпустят. То есть вот помните, да, активистов Баймака арестовали до 17 марта, а Прочаковскую только до 16 марта. Кстати говоря, я удивился вот этому факту, потому что был уверен, что 2 февраля Прочаковскую выпустят под подписку о невыезде и в скором времени состоится суд, который назначит ей условное наказание и, как говорится, она с позором завершит свою чиновничью карьеру. Но что-то там пошло не так, и Прочаковская продолжает сидеть под следствием. Видимо, у следователей или остались вопросы, или появились новые. Советник Хабирова по науке Руслан Казаханов тоже продолжает греть нары, находясь под следствием, и он не увидел открытия кампуса. Если Прочаковской, например, светит только условный срок, ну и позорная печать в биографию, то Казаханову, кстати говоря, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. То есть тут, конечно, все серьезно, и вот этот соратник Хабирова продолжает сидеть на нарах. Еще один соратник Хабирова, экс-мэр Давликанова Вячеслав Гапоненко, на прошедшей неделе получил приговор. Четыре года условно за то, что принял очистные сооружения, которые не были до конца построены. Ну, а если проще говорить, то и вовсе не работающими были. Согласитесь, это очень мило. Нанес бюджету урон на 89 миллионов рублей. Получаешь четыре годика условно, возвращаешься в свой комфортабельный, теплый коттедж с подогревом полов. Замечательно. Ну, не вздумайте только снежок куда-нибудь, куда не нужно кидать, за это вам могут выписать лет пять реального тюремного срока. Вот такое вот у нас правосудие.